В 16-й раз уже в Центре эндокринного здоровья и репродукции Примавера во Владивостоке прошел удивительный праздник – Бабьи Каши. В современном мире о нем знают немногие. Он посвящен повивальному искусству. В Древней Руси роды принимали простые русские женщины – повитухи. Труд этот был почитаем, а праздник широко отмечался. В церквах шли службы икони Богоматери помощь в родах. А вечером люди ходили к повивальной бабке, приносили угощения, одаривали деньгами. А она в знак благодарности ставила на стол горшок каши – символ плодородия. Для того, чтобы они наполнялись здоровьем, радостью, чтобы детки росли здоровыми. А в ответ приглашенные приносили угощения, подарки для повитух, тем самым почитая их помощь. Программа праздника – насыщенная, веселая, вкусная. Каши готовят современные кушеры-гинекологи, поет фольклорная студия повитухи – тоже врачи. Каши разные, рецепты как современные, так и из старинных кулинарных книг. В конце праздника – конкурс каш. Без подарка не останется никто. Дети – важные участники мероприятия, помогают взрослым вспомнить фольклор. Гречневая каша – бабушка наша, а хлеб из ржаной? О, как интересно! У строителями бабьих каш традиционно выступили Союз медицинских организаций и врачей Приморского края и Центр эндокринного здоровья и репродукции «Примавера» – идейный вдохновитель и бессменный президент Союза Мухотина Александра Григорьевна. Праздник отмечаем мы уже с 2005 года. Основная цель – это продолжение рода. В общем-то, это основная цель каждого из нас на этой земле. И, конечно, прославление того искусства, которое раньше называли повивальное искусство. Сейчас это профессия, акушерство и гинекология. Но профессия акушерства и гинекологии невозможно не прославлять материнство, отцовство, семейные ценности. Конечно, я как мама двоих дочерей считаю, что детям нужно объяснять, рассказывать о традициях, и чтобы это было действительно подлинно, так, как это было у нас на Руси. Если мы не знаем историю, если мы не знаем корней, то мы же ничто. Без корней, дерево же без корней не выживет, человек тем более. Поэтому это очень нужно и важно. И спасибо большое Александре Григорьевне за то, что она это сотоварищи придумала и проводит уже какой год. В современном мире роль повитух принадлежит высококвалифицированным врачам-акушерам-гинекологам и акушеркам. Они были и остаются главными хранителями жизни и здоровья матери и ребенка. У каждого из нас есть свой учитель в этой жизни, который привел тебя в профессию. У нас всегда есть поддержка со стороны женщин, со стороны Краевого Совета Женщин, со стороны нашей епархии, нашего медицинского университета, нашей кафедры, который вот долгое время возглавлял Юрий Иванович Шпахтин. Самое главное для человека – это родить себе подобного. Акушерка своим трудом создает человека нового. Она творит этого человека. Работа акушерки – это, конечно, что-то неземное. Я первый раз, когда увидела роды в свое время, в 20 лет, я вообще потеряла доверие. Для меня это было чудо какое-то. Я решила быть только акушеркой. И вот уже в течение практически 50 лет работаю только акушеркой в одном учреждении, в четвертом родильном доме. Ирина Шилина, Денис Вадеев. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова